5 июня значимый для Казахстана день в стране пройдет референдум. На проведение этого мероприятия из казны выделят 16 миллиардов тенге. Более 70% от этой суммы пойдет на оплату труда членов комиссии. Но верят ли казахстанцы в изменения, которые должны последовать после референдума и в то, что именно от них сегодня зависит будущее Казахстана? Жители здесь разделились на два лагеря. Я не верю, никакую работу они не проводят. Я не пойду никуда. Я вообще без проблем. Не пойдете, значит? Да, наверное. Как вы сказали, он должен быть воинным будущим маратом. Сделать Казахстан более демократичным государством можно, говорят эксперты. Идти на референдум нужно, так как от этого зависит наше будущее, уверены общественники. Январские события заставили серьезно задуматься о будущем весь Казахстан. Если переходить от суперпрезидентской модели к модели сильного парламента, нужно взять на заметку и права человека. Многие считают, что в этом направлении должны быть перемены тоже. Получается, и власти сами признают, что ошибки есть. Но можно ли все исправить с помощью референдума? Мне хотелось бы остановиться на институте уполномоченного по правам человека. И вы знаете, то, что это в Конституции, это очень важно, поскольку если мы переходим от суперпрезидентской, это системы модели правления, к президентской, то сильным парламентом, то это должен быть и институт уполномоченного по правам человека, тоже сильным, потому что появляются новые игроки. На избирательный участок собираются прийти и проголосовать от 62 до 73% опрошенных. Это достаточно высокий показатель, считают в Центре избиркоме. Последуют ли изменения, покажет уже время. Шутин Саидов, Ерлан Бексаидов, Александр Кропивкин. Информационная служба телекомпании ОТРАР. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова